На каждую ножку нам надо по 2,5 грамма. Итак, мы взяли 2,5 граммчика, скатали шарик, катаем вот такую небольшую капельку. Эта капелька у нас по сантиметрам 2 и 2. И теперь вот эту капельку мы делаем вот такой небольшой изгибчик. Получаем вот такую вот ножку. Такая вот она маленькая. Такая красота. Здесь тоже сразу прибиваем. И равниваемся. Вот, смотрим, чтобы они, ножки были одинаковые. Чуть-чуть я приподниму, но у Яши ножки потолще, чем у Яши. Поэтому оставлю. Высота ноги получается у меня 2 сантиметра. Такой вот шарик. На столе мы его немножко прибиваем. Слегка. Нам нельзя сильно форму изменять. Но нужно сделать, создать небольшое, небольшое такое вот местечко, куда мы дорастим как бы тельце нашего Яши. То есть у него такие штанишки высокой посадочки. Вот такие вот штанишки у нас получаются. По высоте это у нас 2,7 где-то. Диаметр верхнего где-то 2,8. Вот здесь. Теперь одеваем ему штанишки. Грамм скатали, сделали бричик. Примяли мы его. И здесь смазываем клеем. Надо, чтобы он по диаметру был чуть меньше, чем наши штанишки. И аккуратненько пальчиками, либо стеком подтягиваем, чтобы опять же не было практически швовчиков. Чтобы все казалось так, что это штанишки натянуты на него, а не он натянулся на штанишки. И делаем такие две лямочки. Катаем такой тоненький жгутик. Мы его с вами сразу разглаживаем. И вырезаем, скальпелем тоненькую полосочку. И делаем диаметру на штанишках такие вот лямочки. Здесь сразу шовчики сглаживаем. Надо, чтобы казалось, что штанишки у нас и вот эти вот, как бы, ну как бы, его практически казались одним целым. Как можно меньше швов было. Вот так. Теперь делаем ему ручки. Ручки сделаем тоже, как у нашей. У нее 1,2 грамма. Так что и мы точно так же сделаем 1,2 грамм. Опять скатали мы шарик. Делаем вот такую небольшую капельку. Это у нас 2 сантиметра. Делаем здесь такой небольшой защип. Просто как бы слегка защемили и все. Скальпелем. Делаем вот такой надрезик. И вытягиваем лямончик. Все. Вот такая вот перчатка у нас получается. И приклеиваем ему. Ручонку. Теперь будем делать голову. Для головы нам понадобится 33,5 грамма. 33,5 грамма я буду делать такую светло-серую голову. Поэтому в свой белый я сейчас вмешаю СМС-очки. Потому что она очень мягкая. И добавлю серую цветность. Вот в таком соотношении. То есть она должна быть практически белой. Но вроде не белая и какая-то такая. Итак, взяли мы на нашу голову 33,5 грамма. Мастика светлая. Она не белая. То есть она вот серенькая такая. Слегка. Теперь нам нужно сделать следующее. Вот мы скатали шарик. И нам нужно его как бы приплюснуть. То есть мы увеличиваем как бы площадь визуально. А при этом голова у нас не кругляшком. И еще сверху я вот тоже слегка вот так вот прибью. То есть получится вот такой вот у нас мужок. Итак, по сантиметрам до 4,5 на 3,8. Наверное, вот так вот приблизительно. Вот такая вот голова. И теперь будем делать с вами мы ему глазки. Напомним, как в прошлый раз. Точно так же и в этот раз мы берем просто кусочки и приклеиваем их на место глазиков. Берем небольшой кусочек черной мастики и берем его на руке. Ха-ха. Руки такие горячие, как, не знаю, сковородки. У меня вообще холодные руки всегда, но сейчас жарко и просто горят. Все лепли к моим рукам. Так, дубль два, как бы вы на столе тогда лучше. Раз уж руки не поддаются, будем на столе растягивать эти кружочки. То есть приблизительно нам надо растянуть их на полтора сантиметра хотя бы вот на столе, а там посмотрим, насколько сильно еще их надо будет подрастянуть. И приклеиваем. Ну, они такие большие эти. Такие. Я сейчас скажу, сколько оно получилось. Вот эта клюшка. Так, 1,7 по высоте 1,8. Вот такие вот. На глазках эти должны быть. Теперь мы берем мастику черного цвета тоже и делаем ему этот, как его носик. Маленький носик берем. Такой делаем. Теперь ротик точно так же, как у няши. Мы его сразу себе должны приблизительно нарисовать. Так будет проще. И потом после этого стеком с вами пробираемся. И делаем такое небольшое углубление, которое мы потом спрячем мастичку. Теперь сделаем мы с вами ячейки для глаз. Для этого берем стек-шарик и аккуратненько начинаем продавливать ему место для глазок. Глазки большие. То есть мы вот эту черную ячейку почти всю должны заправить беленьким. Поэтому растягивайте хорошо, девочки. Берем белую мастику и вставляем внутрь. Помним, да, чтобы наши глаза ни в коем случае не должны вылазить из орбит. Ячейки должны быть заполнены четко. И более того, то есть под лицо. То есть вот видите, он не вылазит. Не должно быть вот так вот. Вот такого вот. Растягивайте. Стеком либо пальчиком чем больше удобнее. Мне вот в таких случаях удобнее руками. Я лучше чувствую мастику. Меньше. Вот такие глаза. Смотрю, вот здесь черный у меня больше получился, чем... Здесь, поэтому я аккуратненько срежу вот это лишнее все. Чтобы приблизительно были глазки одинаковые. Вот так. Теперь нарисуем ему глазки. Глазки у него голубые и с черным. И теперь, конечно же, обязательно нужно сделать блики. Берем мастику белого цвета. Два больших блика. Я всегда вам говорю о том, что блики должны быть параллельны. Но именно в этой фигурке у автора они не параллельны. Поэтому мы тоже будем делать так же, потому что ориентируемся на фигурку смоттика. Блики большие. Вот такие большие блики. По ним мы сверху проходим тоже белым гелевым красителем. Помним, что у мастики белой нет такой плотности. И поэтому нужно пройтись сверху белым еще. Чтобы блики стали более яркими и насыщенными. Красителем я рисую самыми обычными Америколор водорастворимыми. Вот что у нас получилось на данный момент. Теперь нам нужно сделать следующее. Это наполнить ему ротик. Для этого нам понадобится красная мастика и черная мастика. Мы ее смешиваем вместе с собой. Включаем такую мастику потемнее. То есть берем мастику красного цвета с небольшим кусочком черного. Смешаем вот в таких приблизительно пропорциях. У нас станет такого более темного цвета, коричневого. Вот такой цвет. Отщипываем небольшой кусочек. Нажимаем нам еще лучше. Вставляем наш ротик, который мы с вами уже наметили. И распределяем ее по ротику. Вот так. И теперь ему еще нужно сделать язычок. Для язычка берем просто кусочек красной мастики и все. То есть маленький такой. Такой маленький язычок. Так вставили. И все. И такой вот. Делаем с вами дальше. Берем нашу зубочисточку. Макаем мы ее в клей или в водичку. И аккуратненько, примерно до середины его пузика, вкручивающими движениями, мы вставляем все лишнее, что нам не надо, отлавываем. Смазываем тоже тут мастику. Наша голова. И вкручивающими движениями мы эту голову аккуратненько одеваем такой. Смешной. Не могу. Тут Яша. Мне кажется, она плохо туда вошла. Понятно, что я сейчас засуну. Яша толстушка такой. Так, теперь делаем уши. И ему еще нужно сделать эти как-то бровки. На бровки берем небольшой кусочек мастики. Делаем ему вот такие бровки. И еще понадобятся там уши. На два уха я в тот раз брала 1,8 грамм. Ну, можно взять 2 грамма, то есть по одному грамму на ушко. Но я брала 1,8, поэтому я тоже сейчас сделаю все то же самое. Мы скатываем наше ушко. Скатаем небольшое такое пухленькое ухо. По своему размеру это 1,8 сантиметров. Положили. Разрезаем мы его пополам. Получаем два ушка. Смазываем и клеем. Слегка его подгибаем сюда поближе. И вот где-то в районе бровей мы его нашему Яше приклеиваем. И второе точно так же смазали клеем. И слегка сюда примяли. И опять в районе его глаз бровей приклеили. Вот здесь у нас такой Яша. Вот, смотрите, они одного роста. Так и должно быть. Яше у нас получился 75,5 грамм. Такой Яшенька. По росту наш Яшенька где-то 9 сантиметров до ушка. А, кстати, хвостик забыла я ему прикрепить. У него же черный хвостик еще на попке там. Да. Угу. У него же еще хвостик. Обязательно хвостик. Хвостик маленький. Какий хвостик забыть. Какие хвостик забыли.